Кто вот так появится и скажет, дорогие друзья, у меня есть чёткий план, сейчас вот по нему пойдём, и все будут счастливы. Если кто-то такой появится, ну, гоните его тут же в шею. И из-за того, что мы перестаём заниматься собственной жизнью, а сейчас мы перестаём ею заниматься, наше мышление, по сути дела, атрофируется. Мы попадаем в пучину цифрового потребления, цифровой зависимости. И кто там эти коучи жизни? Они, люди, которые изображают жизнь, которые на самом деле не живут, веселят нас какими-то странными видосиками, рассчитывая таким образом занять наше внимание. Но чем на самом деле в этот момент занята ваша жизнь? Как вы инвестируете себя в свою жизнь, в своё будущее? Что вы видите впереди себя, и что вы делаете для этого впереди? Каково ваше мышление, насколько оно эффективно для того, чтобы справляться с этими вызовами? Мы находимся в фазовом переходе. Вся история цивилизации шла к этому моменту. И до тех пор, пока мы не поймём, что нам делать в этом мире, мы будем испытывать в нём турбуленцию и вот эту перегрузку, понимаете? Мы как космический корабль, который взлетает, летит в эту тротосферу, понимаете, и нас там начинает сдавливать, сплющивать. Мы оказались сейчас не только в фазовом переходе всей цивилизации, мы оказались перед личным выбором. По что мы превратимся? Мы превратимся просто вот в какую-то биомассу, которую сейчас активно формируют все эти медиа новые, социальные сети и прочее. Или мы сохраним в себе некую индивидуальность, если мы сохраним в себе мышление, если мы сохраним в себе чувство, что нам действительно что-то надо от этой жизни. Потому что в противном случае вы просто не поднимите себя с дивана, нет такого домкрата. Продолжение следует...